Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Дмитрий Дружинин, вы на моем YouTube-канале. Когда мы принимаем решение бросить пить, то начинаем считать трезвые дни. Теперь в компании мы можем гордо заявить, я не пил уже 100 дней. Давайте поговорим сегодня о плюсах и минусах такого подхода к выходу из зависимости. Во-первых, считаете ли вы дни или нет, никак не влияет на сам факт избавления от зависимости. Если ваше решение изменить свою жизнь не твердое, то никакие методики не помогут. Люди ломают кодировку, а это гораздо сложнее, чем обнулить счетчик. Поэтому мой подход основан на полном изменении отношения к алкоголю и к трезвой жизни. Второе. Сейчас существует множество специальных приложений для телефонов. Счетчик трезвости. Можно поставить картинку на видео счетчиком дней для визуализации. В них можно не только зафиксировать момент, с которого вы больше не употребляете алкоголь, но и внести мотивации и даже расчет экономии. Сколько вы сэкономили денег, пока вели трезвую жизнь. Кстати, на тему денег обязательно посмотрите мое видео. Вот тут вот. Чтобы понять, сколько на самом деле вы пропиваете денег в месяц, в год и вообще за всю жизнь. Итак, нужно ли вести такой счетчик дней или нет? Палка о двух концах. Если вам не хватает мотивации для полного самостоятельного отказа от алкоголя, то, возможно, такая программа станет для вас дополнительным стимулом. Но я повторюсь, пока вы не измените свое отношение к алкоголю, то никакая методика подсчетов вам, конечно же, не поможет. С другой стороны, я всегда против того, чтобы люди говорили, «Я не пью уже столько-то дней». Почему? Объясняю. Как только вы обозначаете в обществе некий промежуток трезвости, то сразу ставите под сомнение то, что бросили. Люди устроены так, что им скорее захочется сломать вашу систему, вместо того, чтобы поддержать. Среди семьи, близких, друзей, да, можно проговорить эти сроки, потому что любимые вас поддерживают, болеют за вас, держат, так сказать, кулачки. Но как только во время застолья в компании вы откажетесь от рюмочки со словами «Я не пью уже 100 дней», то перед вами появится целое ведро крабов. Кстати, вот тут тоже можете посмотреть про этот ролик. Где почти каждый захочет вас снова утащить на дно. Обычно это происходит так. Ну, раз ты так долго не пьешь, то одна рюмка ничего же не сделает. Или так. «Димон, ну давай как раньше, ну давай, но мы никому не скажем». Слушай, мы все знаем, что ты все равно начнешь пить, а сегодня такой повод, что грех пропускать. Ну или еще хуже. Начнутся издевки. Так, уберите от Сереги бутылку. Или поставьте ему сок. Он уже теперь уже не пьет. Вон у нас какой он, маленький. Вот эта фраза «он же теперь не пьет» обычно полна иронии и сарказма. Никто, никто никогда не отреагирует просто. Обязательно будут обсуждать, опровергать и даже высмеивать. Причем, я обратил внимание на забавный факт. Если вы говорите небольшую цифру от месяца до года, то многие просто махнут рукой. «А, мол, сорвешься еще, это же не срок». Если цифра переваливает за 2-3 года, то тоже махнут рукой. «Ой, значит, никогда я не пил». Полностью убивая этой фразы ваши достижения. И вместе с тем подумайте, насколько лаконичнее и глубже звучит «я не пью». Вот так, просто. «Я не пью» и все. Ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Я человек не пьющий. Трезвый человек. Я свободный человек. Просто убираем цифры из предложений и с вас больше нечего спрашивать. Но не пьет и не пьет. И еще одно, на мой взгляд, заблуждение. Люди начинают считать трезвые дни, думают, что помогают себе. Возникает гордость. «Я держусь уже месяц или два». А по факту получается, что вы просто не можете развязать себя с алкоголем. Вы постоянно о нем думаете, помните. Даже день, когда была ваша последняя встреча. Вы можете представить себе, что человек, расставшийся со своей возлюбленной, будет говорить «мы не виделись с тобой уже 836 дней». Что мы можем сказать о таком человеке? Он зависим. Неужели вы до сих пор считаете дни? Это похоже на то, как люди сидят в тюрьме, а не считают дни до своего освобождения. Вот теперь представьте, то же самое происходит, когда мы бросаем пить и считаем эти дни. Как видите, я не очень приветствую такую методику. Но если вам проще жить с счетчиком, то, конечно, введите его, но исключительно для себя. Для поддержания внутренней мотивации и здоровья. И не забывайте, что в первую очередь мы меняем свою внутреннюю программу в отношении к алкоголю. Если у вас это получается, то, скорее всего, никакой счетчик вам просто не пригодится. Расскажите, пожалуйста, мне и другим подписчикам о том, пользуетесь ли вы с такими приложениями или просто считаете дни трезвой жизни. Помогает ли такой подход? Часто ли вы вспоминаете, сколько дней не прикасались к алкоголю? Пожалуйста, ставьте лайки. Обязательно пишите, какие темы вас интересуют, чтобы я мог снимать еще актуальные видео. И, друзья, живите трезво, это очень круто и здорово. Пока!